Наша сеть уже чувствует проблемы с данными препаратами. Это и антибиотики, это бронхиальная астма, это антидепрессанты, сахарный диабет. Напряжение в аптеках край растет. Страх остаться без жизненно важных препаратов заставил жителей региона буквально сметать полки аптек. Такой спрос по 10-20 упаковок в одни руки. Начали люди перестраховываться и выкупили полностью объем, который должен был полномерно распределиться в течение 2022 года. Уже в марте жители региона столкнулись с дефицитом инсулина в ряде аптек. Пациенты, имеющие проблемы с щитовидной железой, не могли найти эльтероксин. Этот препарат вообще побил все рекорды. Если в январе было отпущено в розницу, это имеется ввиду коммерческий сегмент, порядка 19 тысяч упаковок разных торговых наименований данного препарата. В феврале это 18,5 тысяч, то за март отпущено практически 66 тысяч упаковок. В Минздраве региона сообщили об увеличении стоимости препаратов на коммерческом рынке примерно в 20%. На эту цифру влияет и ажиотаж покупателей, и искусственная накрутка цены, и реальные проблемы, с которыми столкнулись производители. При этом в ведомстве подчеркивают, государство регулирует стоимость жизненно важных лекарств. Есть понимание, что льготные категории пациента, которые лечатся в стационаре, будут обеспечены препаратами. Также с этого месяца начнут действовать поправки в законы, которые помогут избежать проблемы с поставками. Важно было упростить доставку лекарственных препаратов из-за границы, которые сегодня законтрактованы, которые ждут потребители. На этом пути есть наши законодательные преграды, мы их снимаем. В том числе возможность завозить иностранные препараты той упаковки без маркировки, которая произведена за рубежом, но упростив наклейку российскую, прилепил, значит и все можно уже запускать в торговый оборот. И еще одна мера, которая должна уберечь от дефицита лекарств. Теперь по новым правилам поставщики обязаны уведомить надлежащие органы о своем уходе с рынка России как минимум за полгода. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.